Доброе утро, друзья! Сегодня 4 сентября, понедельник. И, во-первых, спасибо всем, кто поддерживает канал. Во-вторых, решила записать короткое видео. Я знаю, что вы любите такой формат, и вам просто больше нравится. Ну и есть хороший повод, чтобы рассказать вам кое-что интересное. Сейчас усиленно комментируют арест Коломойского, уход с должности Резникова, министра обороны Украины. И могу вам сказать, что это звенья одной цепи. Одной. То есть представьте себе Титаник, айсберг близко, уже видно, не отвернуть, столкновение неизбежно, крысы еще не мечутся в поисках выхода. И стал этот айсберг очевиден, конечно же, после результатов контрнаступления. И здесь есть задачи, которые, безусловно, Запад поставил перед собой. Задачи это совсем не касаются того, что будет в Украине происходить, и как там будет эта вся Украина вылазить из этого всего дерьма. Задача стоит другая. Все дело в том, что все, кто стоял у руля создания и курирования черных рынков Украины по продаже оружия, наркотиков, органов, энергоресурсов, химии, включая детей. То есть все, во что превратилась Украина, это черные рынки по торговле всем этим. И вот все, кто стоял у истоков создания и формирования этих черных рынков, а главное, знает связи. И выстроил эти связи между теми, кто это курировал из-за рубежа. Вот они должны с территории Украины исчезнуть до того момента, как состоится само столкновение, и корабль начнет идти ко дну достаточно высокими темпами. Как исчезнуть? Они должны либо уехать, либо, значит, они должны исчезнуть. То есть вот, уходя и исчезая с территории Украины, они должны вот унести с собой схемы, которые связывают вообще весь этот украинский проект антироссийский с преисподней Британией США. Это первый фланг. Вот это первая задача, которая сейчас стоит. Поэтому, естественно, Резников хотел бы уйти в Британию послом, но, честно говоря, вряд ли ему это поможет в будущем. Но сейчас это так. А Коломойский – это другая история, которая показывает нам, что Запад – это всегда, прежде всего, деньги и слава. Поэтому здесь срабатывают сразу два взаимодополняющих проекта, когда нужно унести ответственность с Запада за то, что произошло на территории Украины, переложить это на кого-то, да. Но главное – пощипать богатых. Это тоже схемы, это тоже офшоры, это тоже контакты, это тоже взаимодействие. Поэтому я не удивлюсь, если Коломойского экстрадируют в Соединенные Штаты Америки, которые этого давно добиваются. Во всяком случае, Украина не хотела бы его отдавать не по причине того, что она очень любит Коломойского и благодарна ему, особенно политическая Украина. Украина – это образование очень неблагодарное, неблагодарных людей и неблагодарных схем и проектов. Как бы сам, как проект – это существо неблагодарное. И поэтому Коломойский им нужен, знаете, как кобыли-прешихвист, как говорят. Ну, для США это интересный персонаж. И Коломойский сам, скорее всего, определит, что для него важнее. Экстрадиция для него в данной ситуации опасна, но не так опасна, как то, что он останется в Украине. Хотя в Украине до денег и бизнеса Коломойского из Киева вряд ли доберется. В Америке это проще. Коломойский на распути, сейчас 50 на 50. Или экстрадируют, или начнут доить в Украине. Ну, а что касается Резникова, у него тоже 50 на 50. То, что он уедет из страны, это понятно, но в каком качестве и как – это тоже вопрос. И если помните, у нас были два таких персонажа абсолютно ЦРУшных, смотрящих в виде Мустафы Наема и Лещенко. Ну, вот, оба стояли в наблюдательных радах, занимались железной дорогой и ВПК. Хотя они в этом смыслят, наверное, как я в танках, понимаете. Но для чего это дело? Что это были за наглядовые рады? Это были такие структуры, которые обеспечивали и гарантировали прежде всего логистику и обязательно сами темпы и поставки всего, что касалось ввода за рубежа вооружений и строительства крепсооружений. Как вы понимаете, я несколько лет подряд, по-моему, обращала внимание, писала и говорила на ТВ, когда еще выступала на телеканале наш, что это ненормально, когда из года в год Украина сначала объявляла учение, открывала территорию для ввода иностранных войск на два месяца, потом на три месяца, потом на полгода, последние три года. Это фактически постоянное присутствие для каких-то учений. Впоследствии один из военных подтвердил, что эти учения использовались для передислокации войск и вооружений. То есть сколько было вооружений завезено на Украину на тот момент, сказать сложно именно по той причине, что военные учения использовались именно для этой цели. В общем, вы поняли, это первый фланг тех, кого будут забирать. Это те, кто много знают и которые могут связать то, что происходило в Украине с тем, как это курировалось из-за рубежа политическим военным руководством в Британии и США. Кто будет второй фланг? Ну, это тут же как получится. Это будет либо бизнес, у которого можно забрать по максимуму, что поделать, да? Это будут политики, чиновники, которые думают, что они знают то, что как бы очень много и дорого стоит. Ну, а исполнители получат новых руководителей и будут цепляться за шоссе улетающих самолетов. Вот эти вот два события, арест Коломойского и увольнение Резникова, они случайно поэтому совпали во времени. Это не случайное совпадение, это просто старт, старт следующего этапа, когда Титаник будет идти, начинает идти стремительно ко дну. Но остальные пойдут своим ходом, пойдут своим ходом, границы большие, обширные на запад у нас и по морю, и по суше, куда угодно, как тараканы будут расползаться. Потому что, и вот, кстати говоря, поэтому я вам скажу, что усилия соседей Украины на западе, они не случайно усиливают свои границы, укрепляют. Эта задача непраздная и вполне актуальная, потому что будет понятно, с чем они столкнутся уже в ближайшее время. Ну, а что же будет с самой Украиной? А Украине оставляют выборы для недалеких товарищей, которые, для тараканов, как я их называю, да, выборы для тараканов, которые все еще думают, что они чего-то смогут сделать. Да, вот такая неадекватная верхушечка может поменяться и воплотить мечту англосаксов, приняв на себя все дерьмо, которое, в общем-то, идет сейчас и образуется в этой сгнивающей стране. Вот такие дела, друзья мои. Я, конечно, честно говоря, рассчитывала, что этот этап будет после 10 числа, но первый этап, он, знаете, он будет скрытый, мы многого не увидим, потому что что мы знаем? Мы знаем публичных каких-то персон, говорящих голов, которые за что-то где-то отвечали, но ведь были люди, которые очень хорошо понимали, что они делают, когда здесь открывались и биолаборатории, и когда здесь организовывался рынок торговли оружием, и наркотиками, и всем-всем-всем-всем. Поэтому вот сейчас я считаю, что кто много знал, они либо уедут, либо исчезнут другим образом, кто знал поменьше, будут наблюдать, как будет эта страна валиться простым людям. И что будет в этой ситуации с простыми людьми, ну, вы же сами понимаете, Запад не интересует, а мы с вами должны понимать, что там сейчас будет. Вот. И вот это начало, начало до столкновения, это очень небольшой промежуток времени, но я думаю, что после него перемены во власти, перемены в депутатском корпусе, в исполнительной власти, в президентской команде, они могут ускориться. И это коснется и судебной ветви власти, как бы она там ни кичилась своей некой независимостью. Все, от чего она независима, это от совести и служения своему народу, и закону и порядку. Вот такие дела, друзья мои. Вот такой начинается у нас понедельник. А я вам желаю хорошего дня, чтобы все у вас было нормально. Берегите себя. Благодарю всех, кто поддерживает канал. И будем встречаться в среду в стриме. Готовьте вопросы. До скорых встреч. Пока.